друзья всем привет из мексики сегодня мы отправляемся из канкуна на остров исламухерас сейчас мы находимся в порту доехали мы сюда на автомобиле припарковались потом проехали еще пару новых на автобусе потому что здесь зоне отельера очень сложные парковки поэтому сюда проще добраться на автобусе было вот сейчас мы уже прошли check-in в шатре отстояли небольшую очередь зарегистрировались заплатили налог и сейчас уже ждем нашу лодочку выдают вам специальные билетики вот так вот они выглядят даже билет на билетике написано ваша лодка то есть вы не ошибетесь здесь все вам постоянно помогают говорят куда идти в какую очередь поэтому сейчас вот мы стоим ждем видимо нашу группу пока наберется на лодочку да и мы поедем сам происходит все быстро и в очереди мы простояли быстро стоимость кстати налога и это экскурсия постоянно меняется я смотрел в прошлом году налог стоил 15 долларов даже полгода назад сейчас нужно стоит 20 долларов а то я не знаю если смысл вообще говорить про цены потому что они постоянно меняются а сама экскурсия стоит от 1300 веса до 2000 песо зависит от того какое агентство вы выберете также сбиво и 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 Мы вышли где-то в 10.30 на нашем катамаране, можно было расположиться как в передней части, там такие импровизированные батуты есть, также удобные скамеечки, мягкие, поэтому все нашли себе место. Людей достаточно много, я думаю, человек 50, может быть даже больше. Спустя где-то минут 40-45 мы к нашей первой точке подошли, это будет снорклинг. Нам раздали спасательные жилеты, которые здесь обязательны. Также всем желающим раздают маску с трубкой, но у нас есть свои. И что еще хочется отметить, что во время всего пути у вас включены напитки бесплатно, газировка, а сейчас сказали, что после снорклинга даже будет небольшая текилопати. Ну посмотрим, что на этом снорклинге мы с вами сможем увидеть, потому что помимо того, что дают спасательный жилет, еще желающим раздают ласты. То есть это немножко странно, да, то есть ласты, чтобы плыть в глубину и спасательный жилет, чтобы вас тянул наверх. Поэтому не совсем понятно, как этот снорклинг будет проходить, но скоро сами все увидим. Так, сразу весь из полей. Снорклинг был, конечно, не сомнительный. Хотя кто-то сказал, что даже этот черепах здесь, но на самом деле большие волны, это больше был похожим на снорклинг, на такой плане, да. То есть эти жилеты, которые немного мешали нам людям, кто умеет плявать, это достаточно пигматично. На самом деле так себе, не знаю, кузне у нас еще один, потому что на самом деле мы слышали, что здесь есть какой-то музей-фигус. Но, не знаю, как получится. В любом случае, мы сейчас, наверное, поем уже на Исла Мухераса, на доступ женщин. Сейчас идем со штатным фотографом сделать немного фотографий. После поездки можно будет их за определенную плату прикупить. Сейчас мы уже высадились на Исла Мухерас. Это остров женщин. Здесь у нас будет ланч, а дальше мы посмотрим на нашу программу. На самом деле остров Исла Мухерас достаточно большой, 8 на 2,5 километра. Сюда можно приехать и на несколько дней остановиться, арендовать здесь жилье. По поводу транспорта, здесь самый популярный вид транспорта – это гольф-кары. Их можно арендовать от 2 часов до суток. В среднем, если вы арендуете на 8 часов, то, насколько мы знаем, вот сейчас, допустим, проезжает гольф-кар, вот такого плана транспортное средство, оно стоит в районе 80-90 долларов. Ну, то есть цены меняются, конечно, увеличиваются. Что еще хотелось добавить? На Исла Мухерас можно приехать, как мы, в составе однодневной экскурсии, а также сюда можно перебраться самим на пароме. Паром стоит 25 долларов с человека в две стороны, то есть туда и обратно 25 долларов. Вот, но, соответственно, дальше вы уже арендуете либо гольф-кар, либо можно скутер арендовать. И перемещаетесь по острову, смотрите пляжи красивые, смотрите черепашью ферму здесь. Сейчас идем по туристической улочке, помимо различных сувениров и кафешек, также здесь еще есть пилинг рыбками, да, предлагают посидеть немножко. Массаж, все в одном месте. Да, чего здесь только нет. Ну, а мы пришли уже, пришли уже на ланч. Вот здесь у нас он будет организован, посмотрим, что там дадут. Так, друзья, давайте посмотрим, что у нас есть в буфете. Арбузик, есть рисовая каша с корицей, салатики различные. Конечно же, начисы, картофельное пюре, фасоль, макароны и, конечно же, рис пуговайский, то есть с овощами, либо мексикальским. Все, у меня в одной тарелке и рисовая каша, и салат. Также есть различные горячие, это рыбка, смотрите, в двух вариантах. Также есть курочка, тоже нескольких вариантов. И что-то похожее на рагу местное. Это что получается, рыбка и курочка? Да, рыбка и курочка, да. Я сейчас хочу на той рыбке какой-нибудь кусочек. В итоге мы себе взяли и макароны, и картошечку, салатик, кашку взяли, рыбку, курочку, арбузик. Только это не рисовая каша, это рисовый пудинг. То есть это типа как десерт, попробуй. Мне кажется, знаешь, что с десерта больше не начинать. Холодный. Да, это рисовый пудинг. Ну, он как рисовая каша, только холодный. Ну, на самом деле вкусный, да? Вкусный. Молоко как будто какой-то кокосовый. Ну, то есть вкус очень насыщенный, интересный. Все, друзья, приступаем. А, забыл сказать, конечно же, включены напитки. Помимо колы и спрайта, есть еще алкогольные напитки. Это пиво и напитки с текилой. То есть текила санрайз, либо маргарита. Все это входит в стоимость данной экскурсии. И можно безлимитно наслаждаться данными напиточками. Давай? Давай. Будем здоровы. Подытоживая наш ланч, можно сказать, что сама еда была, ну, наверное, на четверочку. То есть курочка и рыбка неплохие. Картошка-пюре была не очень съедобная. То ли сухая, то ли с сухим молоком. В общем, не очень понятная такая, не очень вкусная. Макарошки такие, чуть переваренные, как обычно. Но зато большой плюс, что напитки входит в стоимость вашего тура. Сейчас мы с Томочкой направляемся к пляжу. Мы находимся буквально в 20 метрах от него. И посмотрим все своими глазами. Возможно, даже искупаемся. А возможно, нет. Сейчас довольно-таки сложно понять, в какой части острова мы с вами находимся, но точно не в основной. Потому что на основном пляже здесь очень много людей, огромная территория. А здесь, знаете, больше как вот такие вот экскурсионные группы находятся, которые приезжают на обед, на ланч, а дальше уплывают на своих катамаранах, на яхтах. Еще если отмечать из благ этой экскурсии, этого места, то, что помимо ланча у нас здесь еще включены лежаки. Можно полежать, позагорать. Можно даже искупаться. Хотя чуть поводаль мы видим немножко тины, там каменное дно. Поэтому мы сейчас скорее хотим прогуляться. Прогуляться по берегу, посмотреть, что здесь еще есть. Звучит музыка, здесь много магазинчиков. Честно, я не знаю, что это за рыба, то ли акула, то ли... Да, акула какая-то. Да, акул какой-то маленький похожий. Она прикольно набрала в своей пасте воды и пленала в ребенка. Небольшая прогулка по пирсу. И на этом наше пребывание на этом острове заканчивается. Сейчас мы возвращаемся обратно к нашему катамарану. И посмотрим, куда поплывем дальше. Поехали. Очень часто мы, наверное, на видео сегодня наслаждаемся напиточками. Ну, это же Мексика, поэтому как тут без текила? Вообще сейчас надо отметить, что погода такая, как я люблю. Потому что все это время, что мы находимся сейчас в нашем отпуске, так сказать, постоянно дул какой-то ветерок. А сейчас именно то, что я люблю и не очень любит Кирилл. Да, ну а тем временем на нашем катамаране громко музыка играет, веселье продолжается. Пьемся различные напитки и отправляемся смотреть красивые места. Сейчас мы находимся уже в центральной части острова Исламухерас, на пляже в Плай Норте. Здесь большое скопление людей. Зашли в большой такой огромный шатер. Нам повязали браслетики. Мы спросили, это для чего? А оказалось, это для того, чтобы пройти дегустацию текилы. То есть мало нам дегустации текилы на нашем катамаране, так еще и здесь тоже есть возможность попробовать этот замечательный мексиканский напиток. Меня спросили, какой мой любимый вкус. Мой любимый вкус это либо дурьян, либо башенфрут. Так как дурьян везде, то только вот маракуйя. Давайте попробуем текилы в маракуйи. Вау! Сейчас тоже попробуем, друзья. Ну, пахнет действительно маракуйей. Слушай, это еще и такая, получается, густая консистенция. Ну, я бы не сказал, что это текилы. Это просто какой-то алкогольный напиток со вкусом маракуйи. Очень густой, насыщенный вкус. Тут же мы уже успели попробовать текилу с манго. Теперь у нас текила на основе кокоса. На самом деле, с маракуйей понравилось пока больше всего. Попробуем кокос. Тебе нравится? Ну, да, на самом деле, мне нравится. Здесь вкус кокоса очень приятный. Очень приятный и насыщенный. Не знаю, для меня, я прям чувствую, что здесь уже больше алкоголя. Если пашенфрут был такой нежный, знаешь, для меня алкоголь. Вот здесь я чувствую, как он, типа, с сроком, такую силу. Да, это потому что пашенфрут придает сладость, ну, достаточно сладкий фрукт. А здесь все-таки в кокосе сладостей не так много, поэтому алкоголь чувствуется. Ну, на самом деле, очень вкусный, приятный напиток. Нам сказали, конечно же, вы можете приобрести это все со скидкой, потому что у вас есть браслетики. То есть, не знаю, сколько стоят здесь данные напитки. Может быть, чуть попозже посмотрим, но... Ну, возможно, оставим какие-то чаевые. Здесь чаевые тоже везде оставляются. И в ресторанах, когда вам помогают, еще что-то где-то. Ну, то есть, что это? Я сейчас пью эспрессо-мартини. Это очень вкусно. Такой яркий, насыщенный вкус кофе. В общем, мы решили пройти дегустацию по полной программе, друзья. В конце оставим, конечно же, нашему бармену немножко чаевых. Ну, а сами пробуем. Реально, как будто пьешь кофе, да? Насыщенный вкус кофейных зерен. А следующий будет кремовый ликер. Наверное, наподобие Бейлиса. А теперь будет капутино. Я думаю, это будет Бейлис. Слушай, для меня это вкуснее, чем Бейлис, если честно. Я очень люблю Бейлис, но это вкуснее, потому что кремовые структуры и вообще не ощущается алкоголь. Ну, это для меня как бы преимущество. Ну, и завершаем мы нашу дегустацию. Такой обычный, настоящий текилы. То есть, plain, оригинальная, стандартная, без всяких вкусов. Ой, ну, она прям вкусная. То есть, понятно, что текила делается из сока голубой агавы, из кактуса. Ну, здесь прям чувствуется такой аромат приятный. Так, не знаю уж, там кактуса или каких-то трав, но... Давай бутылку, бутылку покажем. Если будете пить много текилов, будете вот таким вот. Много пить текилов нельзя. Сразу же на выходе нам предлагают обзорную экскурсию. Стоит 70 долларов. То есть, вас прокатит вокруг острова. Это где-то около часа это займет. Также можете арендовать, как я уже говорил, гольф-кары. Они также здесь прям стоят, находятся. Говорят, цена 40 долларов, но что-то вроде того, да. То есть, на 2 часа 40 долларов. На самом деле цены на гольф-кар немного изменились. Потому что сейчас здесь уже предлагают за 1 час 40 долларов на 2 часа 70 долларов. То есть, ну, цены просто выше некуда. Потому что еще год назад мы читали информацию, что за 70 долларов можно было ничуть ли не на весь день арендовать гольф-кар. Возможно, это именно здесь, в центральном месте. Это такие цены, но очень дорого. На самом деле, я смотрела до этого на сайте. И я видела типа 100-120 долларов на весь день. Но как бы так оно и есть. Потому что я сейчас тоже спросила водителя, сколько на полдня он такой говорит, 120 долларов за 8 часов. Да, поэтому гольф-кар, друзья, отменяется. Здесь также еще ходит, на самом деле, автобус по острову, курсирует. Но он ходит очень редко. Непонятно в какое время. Поэтому, если вы приезжаете сюда с экскурсией, у нас здесь 2 часа свободное времени, чтобы прогуляться. Поэтому, если вы приезжаете с экскурсией, то вам нужно быть очень аккуратным. И на автобусе, возможно, вы можете не успеть вернуться обратно. Поэтому сейчас просто гуляем, смотрим. Возможно, куда-то зайдем. Сейчас я решил завернуть в пляжную зону. Немного покажу вам, как здесь все выглядит. Кто-то отдыхает в тени деревьев. Можно также здесь лежать на лежачках, под зонтиком. Но это за дополнительную плату. Ну и вот он, Плая Норте. Самый популярный пляж на острове Мухерас. Сейчас мы уточнили, что курсирует городской автобус. И нам подходит номер 3. Будет он через 5 минут и стоит 20 песо. Вот это уже совсем другой вариант, друзья. 20 песо. Мы попробуем добраться до, получается, самой крайней точки этого острова. В интересный мыс, красивый. Но как уж получится. Сейчас мы уже в автобусе. Заплатили 20 песо с человека или 1 доллар. Направляемся с одной крайней точки острова до другой. На мыс Пунта-Сур. Около получаса мы, наверное, ехали на автобусе. Но вначале еще пришлось ждать, пока он набрал пассажиров. В общем, немножко сейчас переживаем, чтобы успеть обратно на паром. Но если что, поедем на такси обратно. Поэтому в любом случае, думаю, успеем. Итак, мы с вами оказались на самой южной точке. Исла Мухерас. И сейчас будем наслаждаться красивыми видами. Возле самого мыса очень многолюдно. Огромное количество такси, гольфкаров. Естественно, людей. Вход на сам мыс стоит 3 доллара человека. По крайней мере, раньше так было. Помимо красивых видов мыса, также здесь можно встретить игуану. И не только в виде статуи. Еще бегают живые. Можно дойти до самой крайней точки. Туда проход уже стоит, оказывается, не 3 доллара, а 6 долларов с человека. Но за неимением времени, друзья, мы с вами туда не пойдем. Также там встречаются различные скульптуры. Кстати, Исла Мухерас, этот остров называется, почему островом женщин? Потому что в начале 16 века сюда высадились конкистадоры. И они увидели на этом острове очень много различных статуй женщин. Поэтому и назвали этот остров женщин. Итак, друзья, с вами туда не пойдем. Но я уточню информацию. Мне сказали, что здесь можно полетать на дроне. Мы этим, конечно, сейчас воспользуемся, а потом бежим обратно. Почему-то мне казалось, что остров женщин маленький и компактный. Но из-за того, что здесь очень много людей и практически весь остров застроен, маленьким он совершенно не кажется. Вот, оказалось, в данных филиппинах Сиаргау там вот есть одна туристическая улица. Остров большой, а туристическая улица только одна. И поэтому это ощущение маленького острова. Но в реальности это не так. А здесь же наоборот. Остров, как бы, на самом деле выглядит даже небольшим на карте. Но когда сюда приезжаешь, ты понимаешь, что успеть за пару часов здесь практически ничего невозможно, особенно без транспорта. Тем более, как уже отвечал Кирилл, постоянно вот эти пунктары, спутеры, они дорожают. Ну а виды отсюда открываются какие-то прекрасные. Посмотрите, какое красивое море. Бирюзового цвета. Отсюда видим как раз археологический бар, в который мы не пошли, со скульптурами. К сожалению, на дроне полетать не получилось. Здесь оказывается неполетная зона, поэтому кадров с высоты мы не увидим. Но еще немножко полюбуемся на этот мыс, на огромные волны и отправляемся обратно. Ну и напоследок, немного сладостей, берем мороженое, стоит 2 доллара. В итоге мы не стали ждать автобус, потому что немножко спешим, и поехали на такси. Стоимость такси с одной части острова до другой 150 песо, но мы поделились с другой парой, поэтому 75 песо. Цена уже более адекватная. Всего лишь в два раза дороже, чем на автобусе. Такси, правда, нас привезло к парому, который здесь отходит, но это совсем рядом. Совсем рядом с тем местом, где припарковался наш катамаран, прямо возле пляжа Плай Норте. Собственно говоря, куда мы и отправляемся, буквально 200 метров нам пройти. Мы провели на острове чуть больше двух часов, конечно же, чтобы в полной мере насладиться его атмосферой, погулять по улочкам. Вам потребуется дня 2-3, наверное. Мы бы сами, наверное, хотели провести здесь чуть больше времени, но, к сожалению, у нас все распланировано, поэтому посещаем данный остров в составе однодневной экскурсии, однодневного тура. Сейчас мы уже возвращаемся обратно в Канкун, где, наверное, еще немножко с вами пообщаемся. Около 6 часов вечера мы пришли обратно в порт, в город Канкун. Расскажи об экскурсии. Как тебе? Экскурсия мне понравилась. Это очень было похоже на то, что было у нас на Кубе с твоей мамой, когда мы ездили летом. Тоже напитки, тоже красивые катамараны, тоже расслабленная такая поездка. Не было чего-то такого, зачем ты бежишь, что-то такое особенное смотришь. Просто расслабленный отдых. Да, очень приятная прогулка на очень комфортном судне. может быть, было достаточно мало у нас купания какого-то, но когда мы приехали на остров, все-таки тут мы сами, наверное, решали, чем мы будем заниматься эти 2-2,5 часа. Можно было бы просто остаться на пляже, на Плайе Норта, поплавать, но мы решили на автобусе немножко прокатиться вдоль острова, посмотреть на его южную точку. Поэтому, в принципе, не жалеем, потому что, я думаю, мы еще успеем и поплавать, и в Канкуне, шикарное море. Ребята, если вам понравилась эта экскурсия, вы хотите отдохнуть так же, как и мы, то переходите на сайт Adventures Map. Мы брали экскурсию там. Как обычно, оставим ссылку в описании под видео. Да, стоимость экскурсии, мы вам уже говорили, она не дешевая, но, собственно говоря, как и все экскурсии в Канкуне. Если, как и мы, насладились солнышком, морем, природой, то не забывайте поставить этому видео лайк, друзья. И написать какой-нибудь комментарий. Все, совсем скоро увидимся снова в Канкуне. Всем до встречи, всем пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова